Добрый вечер, Эдуард. Много интересных тем для нас подготовлено сегодня. Ну, конечно, главная тема, которую мы будем обсуждать сегодня с вами, это отставка Гонтаревой. А в первую очередь, наверное, в этой теме, это приход потенциально нового главы на эту должность. Владимир Лавренчук, председатель правления Райфайзенбанк Украина, говорит, что вроде бы ему нравится, готов, только пусть даст одобрение президент. Что скажете по поводу этого человека, об этой кандидатуре, какая у вас сформулирована точка зрения? Ну, вы знаете, я до последнего жду, что какое-то, знаете, пройдет, что такое неожиданное, и, скажем, Гондарева где-то еще останется, не знаю, под должностью исполняющей обязанности, потому что она дозавление написала, вроде, собеседование прошло, но никакого решения мы не слышим. Да, она остается и, ой, уходит в отпуск, по крайней мере, на Мальдивах вы ее уже видели. Да, и поэтому, как оно произойдет и произойдет ли, так скажем, 90%, что да, но, может, так, еще больше, но еще какое-то время побудет дольше. А что касается кандидатуры главы Райфайзенбанка, я вам скажу, это очень порядочный человек, и более того, он уважаемый в банковской среде, причем видно, что он идет не от какого-то украинского частного банка, да, это очень важно, то есть у него нету олигарха, который стоял бы над ним и диктовал бы ему какие-то условия, а от банка иностранного, который отличается, скажем так, очень серьезной, чисто той и порядочной, от всех украинских банков. Поэтому, я думаю, человек будет на своем месте, и, скажу, даже та политика, которая у Национального банка была, неважно, кто был во главе его, она будет продолжаться. То есть это стабильная валюта, это прежде всего государство, прежде всего политика Национального банка, а потом какие-то личные интересы. Ну, хотелось бы понять вашу точку зрения до конца по поводу действующего главы. Это из-за шквала критики, это из-за невозможности при таких условиях нормально работать, когда тебе не дают возможность выйти из дому. Каждый день не заканчивается тем, чтобы не было каких-то провокаций, упреков в отношении работы. Вот эта смена просто спрятать человека публично и оставить исполняющие обязанности, а по факту руководящий Национальным банком, как считаете? Ну, понимаете, я бы сказал, что сегодня Голова Национального банка – это не та личность, не те полномочия, которые представляются обывателю. Сегодня Нацбанком руководит правление, а Голова Национального банка только подписывает. Да, она может иметь решающий голос при определенном равенстве голосов. И более того, она сегодня работает под таким микроскопом, что сегодня очень тяжело что-либо сделать не так, как нужно, выгодно государству. Более того, вот та шквал критики, который шел в ее пользу, против нее, да, причем мы видим, от кого он шел. Шел не от экономистов, он шел не от банков, от руководителей, тех, которые действительно авторитет в банковской системе. Он шел, ну, Лешко, самый главный критикан, который, в принципе, по образованию журналист, политик, да, состоявшийся, и который готов лечь лево, направо, как угодно, лишь бы было удобно, кто рядом с ним лежит. Вот поэтому здесь я не вижу, знаете, это вот, то листь, конечно, было искусственно, психологически выдержать было очень тяжело. Правда. Да, но факт состоявшийся, она ушла, скажем так, красиво, как бы оно ни было, да, ушла добровольно, без скандалов, уголовных дел, мы не слышим, чтобы заводилась конкретная авиация, да, посмотрим. Если, конечно, там был какой-то криминал, человек должен сидеть, вопросов в этом нет, но то, что сегодня мы знаем, это информация, которая есть, она ничтожно мала. Что касается непосредственно самой ситуации, вот мы говорим внутри, в государстве об этом, так или иначе рассматриваем эту, ну, не будем называть эту проблемой, но этот вопрос, как на это смотрит непосредственно Международный валютный фонд, Мировое сообщество, Банк реконструкции и развития, как-то это может повлиять на их риторику, смена главы? Конечно, конечно, может повлиять, но опять же, вопрос не в том, что уходит Гонтаре, да, а вопрос, кто придет. Если будет такой кандидат, как мы говорим, Глава Райфазенбанка на сегодняшний день, я думаю, у них не будет больших сопротивлений и проблем. Почему? Потому что Райфазенбанк – это банк с мировым именем, и понятно, что кадровая политика там, наверное, круче, чем у нас при выборе главы Национального банка, то есть я прекрасно так думаю, что с этой кандидатой у них проблем не будет. Но, тем не менее, есть информация, что стопроцентного одобрения нет, и кто, по-вашему, мог бы выступать против кандидатуры Владимира Лавренчука? Я думаю, скорее всего, выступать будут те, которые хотели бы, чтобы Национальный банк работал в их пользу. Те, которые ищут какие-то интересы, понимаете, ведь очень важно, чтобы Глава Национального банка ввел равную политику для всех, чтобы не было свой, чужой, да, всем нельзя или всем можно. Когда правила игры прозрачны для всех одинаковые, когда они являются честными, то здесь, я думаю, проблем быть не должно. А есть такие, которые пытаются поставить своего человека, которые имеют какие-то обиды, которым просто нужно вас критиковать в любом случае, она бы не была, этим зарабатывает какой-то свой политический дивиденд. Поэтому, однозначно, ну, не нужно под всех подстраиваться. А можете какие-то фамилии назвать, кому бы выгодно было бы поставить своего главу Национального банка? Ну, не знаю, знаете как, ну, какому-то олигарху, ну, знаете как, это можно стараться, но сегодня не пройдет. Я не верю, что сегодня Глава Национального банка в той ситуации, которая есть, да, что будет тот человек, который будет выражать чьи-то интересы. Не знаю, что мог бы быть какой-то вопрос, знаете, опять же, рассуждая, да, Верховной Раде, мы видим, что колится очень шатко, его практически нет. И, может быть, даже вот та фракция, о которой я говорил сегодня, да, этих радикалов, может ставить вопрос жестко. Вот, если вы хотите, чтобы мы вам давали большинство, чтобы ваши вопросы законные проходили, значит, глава Национального банка должен быть наш человек. То есть, нам это известна ситуация, когда такие рода компромиссы, ты мне, я тебе, и они решались. И сегодня я бы не хотел, чтобы так вопрос стоял, потому что сразу возникает зависимость, заинтересованность, возможной для нечестной игры. И даже, скажем, та политика, которая продолжается, мы видим, да, по курсу доллара, это, в принципе, продолжение политики Гонтаревой. То есть, мы еще долго будем ждать, полгода, год, который будет следствие. Это то, что Национальный банк поставил позицию. Вот как оно идет, это отголоски того, потому что быстро поменять будет практически невозможно. Да, правда, по поводу, собственно, шлейфа человека, который оставляет после себя, ну и подходы, инструменты, которые приносит другой человек. Ну, наверняка у Лавренчука свой инструментарий, он будет его применять на этой должности по-своему. Я понимаю, о чем вы говорите, что правительство в основном диктует правила игры и дает вектор направления, но, тем не менее, он привык работать по-другому, возможно, потому что это же все-таки индивидуальный человек. Что-то поменяется, на ваш взгляд, если придется? Вы понимаете, не так уж много инструментов, которые бы сильно отличались. То есть, мы уже, скажем, сильно отстаем, идем по следу, да, европейских банковских систем, американских и так далее. Многие инструменты уже проверены, не у нас, они уже испытаны. И где, понятно, будут стопроцентные выигрыши, где стопроцентное поражение, где как карта ляжет. Вот, и поэтому, я думаю, что чего-то супернового мы не увидим. То есть, политика будет идти, главное, стабильный курс валют, понижение учетной ставки, делать более дешевые кредитные ресурсы, чтобы экономика могла, скажем, как-то развиваться. Очень важно сохранить доверие, которое сегодня есть у Международного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, Мирового банка, чтобы их-то помощь, которая в Украину, продолжалась. И тогда, только в таких ситуациях, мы можем улучшить инвестиционный климат. То есть, тогда уже деньги будут приходить не в долг нам, да, пускай там 1-2-3% годовых, а вообще будут приходить к нам бесплатно. И мы будем рисковать, возвращая кредит. А инвестор иностранный будет сам в риске вложить. То есть, ваше ощущение, ваш прогноз с заменой, сменой, вернее, главы Национального банка, рядовой украинец ничего не почувствует? Ну, в первую очередь, на курсе. Ну, резко ничего не почувствуем. Конечно, я думаю, хотелось бы, чтобы мы почувствовали больше стабильности, больше уверенности, чтобы мы больше доверяли гривне. Это бы очень хотелось. Но резких, это будет постепенно, это будет по накату найти, потому что в любую сторону, знаете, доллар сегодня сделать по 8, тоже украинская экономика не выдержит такого. Это никому не нужно, об этом нужно забыть и прекрасно понимать, что для Украины главное стабильная валюта. То есть, нам не нужен сегодня доллар 23, точно так же, как мне нужен сегодня 30. Вот как оно есть, да, вяло текущее, копейка плюс, копейка минус, постепенно. Это нормально. Да, давайте о курсе доллара в свете надвигающегося Евровидения 9 мая. Это первый полуфинал песенного конкурса состоится, в связи с чем приедет очень много людей. Возможно, ну, там посыпались версии, что или, возможно, упадет доллар, ну, какие-то колебания будут. Что может произойти на рынке? Ну, я скажу, что Украина это никак не почувствует, это почувствуют киевляне. Я прекрасно думаю, что пока там будет большое количество туристов, вырастет маржа, то есть курс валюты на покупку будет ниже, чем сегодня, а курс продажи останется такой, как он есть. И, то есть, скажем, банковские структуры, обменники, да, там, черный рынок, будут стараться пользоваться ситуацией, но там больше как можно заработать. Но надо понимать, что к нам приезжают европейцы, а европейцы не водят с собой наличные деньги, это, скорее всего, на карточке, и везде расчеты будут проходить по безналичному расчету. И я очень сомневаюсь, что, скажем, ну, большая часть денег будет меняться, да, валюты, там, евро, доллары, на гривны будет тратиться кэшем. Скорее всего, это будет безналичный расчет, то есть деньги будут идти через банковскую систему, и какого-то такого сильного влияния на курс валюты абсолютно не даст. Более того, мы видим, что сегодня ситуация, знаете, такая очень странно оптимистичная, да, что курс постепенно как бы шел вниз, американского доллара. Сегодня, мы видим, как бы чуть приостановился, и это при том, что Национальный банк вел достаточно такую активную политику по закупке долларов, потому что с момента снижения курса Национальный банк выкупил более чем 300 миллионов долларов, что сегодня увеличивается объемы продаж импортного газа, то есть в пользу ситуации конъюнктуры на его рынок, то есть валюта тратится. И тоже, несмотря на все эти такие большие расходы, что все-таки курс гривны стабильнее, скажем так, еще, ну, могу сказать, что резко, всяко-то стал стабильнее. Давайте послушаем Александра Ахейминга по этому поводу. Александр, здравствуйте, экономист Александр Ахейминга. Скажите, вот говорим о курсе гривны в свете надвигающегося евровидения. Эдуард Караже высказал такую точку зрения, что почувствуют на себе это только киевляне, и существенно для Украины никакой, скажем, такой ощутимой пользы не будет. В плане колебания доллара. Но черный рынок оживится в любом случае. Или, опять же, учитывая, что это... Нет, нет, нет. Там, думаю, мало людей приезжает. То есть нет смысла даже что-то оживлять. А что скажете по поводу вот такого постепенного снижения курса доллара в отношении гривны? Ну, вот практически там в течение месяца, полтора, с 27 спустился на 26 гривен. С чем это связано? Есть ли прогноз, что эта цифра будет зафиксирована? И на какой срок, либо наоборот, будет подниматься, падать? Что скажете? Вот смотрите, главный фактор – это деньги от арбайтеров. Согласно платежному балансу, за первое, встал почти 2 миллиарда долларов. Оно зашло в Украину и за рубежа сейчас, говорю, на тревогу. При этом только за 3 месяца украинцы поменяли, как бы, доллар на гривну. Почти на 360 миллионов больше, чем купили. То есть очень положительная цифра. И действительно, ну, есть такая тенденция, что деньги, которые приходят за арбайтером, приличная часть меняется на гривну. И вот это, когда главный фактор, который обеспечивает непосредственно революацию. Ну, дальше будет действительно зависеть от арбайтеров. Но я думаю, глава НБУ. Ну, понимаете, если глава НБУ сейчас будет своими действиями, ну, как бы, успокаивать людей, показывать, что у нас не будет каких-то спрятствов, возвращать доверие в банку семьи, я думаю, украинцы... Вы говорите о новом главе НБУ или пока еще о Валерии Гонтаревой? Ну, смотрите, с моей точки зрения, вот почему сейчас мы видим революацию? Потому что Гонтарева ушла в отставку. Это очень положительно успокоит людей. Ну, она ушла в отпуск, она еще не ушла в отставку, еще никто не подписал. Нет, нет, она дала заявление, что она уходит в отставку. И вот благодаря этому люди уже успокоились. Вы не забывайте, что все Гонтарева и Курс-50 это синоним. И как только он сказал, что я ухожу, действительно, часть украинцев, вздохнули спокойно и вместо того, чтобы скупать доллар, начали их продавать. А тут все довольно просто. Как относитесь к кандидатуре Владимира Лавренчука на пост главы Назбанка? Я очень надеюсь, что он будет вести диалог с МВС, не будет так, как Гонтарев безоговорочно выполнять все их непосмысленные указания. И очень надеюсь на то, что Владимира Лавренчук возродит кредитование. Потому что вы сами знаете, кредитование, которое не работает, в основном и заводит. Давайте понадеемся на лучшее. Надо нам хоть какие-то положительные... Ну, есть у вас какая-то информация, какой поддержкой он обладает, насколько действительно велики у него шансы занять этот пост? Ну, сложно сказать, понимаете, это больше нам депутаты скажут. Понятное дело, что это будет торг между фракциями определенный. Ну, мы надеемся, что ему хватит сообразительности, грибкости найти компромисс между всеми голосующими депутатами. Ну, при желании, я думаю, можно найти какой-то компромисс. Надо еще посмотреть, какое будет правление. Потому что в любом случае, я понимаю, будет ротация правильнее. Очень интересно, кто же будет его зам. Пока мы сейчас по это даже не говорим. Спасибо вам большое. Александр Ахрименко, экономист, голос, на телефонной связи. — Эдуард, ну, вот мы слышим чуточку такое мнение, оно не совсем с вашим солидарно. Вот Александр говорит, что все-таки в руках нового главы может быть очень много ниточек, достаточно важных. Можем потерять кредитование из-за плохой политики, из-за плохого, скажем так, из-за плохой риторики нового главы? — Знаете, как, вот здесь очень важно, опять же повторюсь, да, может быть, что глава Национального банка должен быть равным для всех. Когда игры, правила игры одинаковые, прозрачные, когда нету свой-чужой, то, понимаете, здесь настолько... — Это в Украине возможно вообще? — Я думаю, что да. Я, допустим, при той же Гонтрево я не видел каких-то особых... Ей было очень тяжело. — Вы видите, Эдуард, я просто хочу сейчас провести параллель. — Вы достаточно опытный экономист. И вот Александр Хрименко, мы понимаем, что тоже немало времени посвятил этому ремеслу. Он очень критично всегда отзывается по поводу Гонтрево. Вы же говорите, что Гонтрево хорошо на своем месте. — Понимаете, я не ставил бы, мне кажется, на месте Гонтрево, и так бы вел себя любой. Любой, кто хотел бы, скажем так, более-менее наладить экономику в Украине, сделать более устойчивую банковскую систему. — Вы лично вздохнули, узнав, что Гонтрево уйдет в отставку? — Нет, я к этому... — Доллары пошли менять? — Очень спокойно. Нет, я бы сейчас покупал доллары. Потому что я думаю, что такой курс будет недолго, и он будет подниматься. И более того, скажу, любой национальный банк, он заинтересован в колебаниях, потому что он на этом зарабатывает деньги. У национального банка, как и у любой госструктуры, есть план. Этот план нужно выполнять. И план будет выполнять в том случае, когда нацбанк доллар покупает по низкой цене, 26,5, а продает его по 27,5. Чтобы он был 27,5 в продаже, этот курс нужно подвести. Вот поэтому здесь, знаете, я бы, может быть, другому стремился на месте нацбанк. Опять же, вот новый председатель, он попадает в хороший шлейф, потому что идет положительный, динамика идет положительная. И сегодня мы видим, что уже Европейский банк дает 150 миллионов на поддержку малого бизнеса. Это, в принципе, сумма небольшая. Но я думаю, что если 150 миллионов будут удачно распределены, будет и вторые 150, и третьи 150, и 500 миллионов будет. То есть, и тогда денежная масса в Украину придет, и, скажем, кредиты будут не как сегодняшние на 20-25% годовых, а хотя бы 12, хотя бы 14, да, что более-менее уже приемлемо, как бизнес, который может брать на более досрочные проекты. Эдуард, на словах, денежные кредиты в Украину придут, было бы удачно вас оборвать. И чтобы это было действительно пророческим каким-то, пророческой фразой, спасибо вам большое. Спасибо. Эдуард Горожей, экономист, был у нас в гостях. Небольшая пауза, и возвращаемся в студию. Дождитесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА